Проверка детских садов в Володе и специальной комиссии вышла на финишную прямую. Около 60 дошкольных учреждений уже приняты, причем половина без замечаний. Среди таких и детский сад номер 22 «Ласточка». В этом году здесь прошел ряд капитанных ремонтов. С подробностями Мария Поздеева. Сейчас мы можем регулировать теплоснабжение детского сада. Если на улице тепло, а батареи горячие, мы можем его убавить. Если наоборот на улице холодно, и мы начинаем замерзать, мы прибавляем электричество. Еще одно нововведение – теплые полы в ясельной группе. Все это стало возможным благодаря капитальной реконструкции теплового узла в детском саду «Ласточка». А еще здесь построили новую летнюю веранду, обновили крыльцо. В здании, которому уже 45 лет многое удалось привести в порядок совместными усилиями. Меценаты, которые помогли нам отремонтировать группу, поставили входные металлические двери с домофоном, провели частично ямочный ремонт асфальтового покрытия детского сада. И, кроме того, серьезное вложение сделал город, канализационная система в подвале. На ремонт этого детского сада бюджет Вологды выделил 1 миллион 200 тысяч рублей. Еще порядка 100 тысяч вложили шефы. К тому же на средства родителей было установлено уличное видеонаблюдение. А еще у детей появились новые современные игрушки. Я специально не стала доставать это все из упаковок, потому что сам процесс получения подарков, а новые игрушки для детей – это всегда подарок, начинается с открытия коробки, с распаковки. Поэтому детей ждут именно в таком состоянии. Всего в этом году детский сад готов принять 330 ребят, причем половина из них ясельного возраста. После ремонта учреждение открывается в середине августа. К тому времени все должно быть в порядке. Потому о состоянии групп, столовой, бассейна и других помещений детского сада тщательно проверяет специальная комиссия. Сотрудники полиции и пошнодзора обращают внимание на безопасность. Сотрудники учсервиса – на качество выполненных ремонтных работ. Чтобы были в порядке все стены, чтобы инженерные сети у нас все функционировали. Этим мы сейчас занимаемся. У нас акты все подготовлены на это. Водопровод, канализация в норме. Все работает. Освещение, сами видите, лампы горят. Все, учреждение готово с нашей стороны. Всего в списке комиссии 80 школьных учреждений. Около 60 детских садов проверку уже прошли. И только 15 приняты с замечаниями, довольно незначительными. Замечания касаются работы, профилактической работы по линии ГИБДД. То есть небольшое отклонение в ведении документации. И есть определенные замечания органов познодзора. К сожалению, у нас еще не все детские сады подключены на пульт 0-1. Пожарная сигнализация есть во всех учреждениях, но вот, к сожалению, на пульт 0-1 они пока еще не выведены. По словам специалистов, эти нарушения никак не скажутся на работе детских садов и не повлияют на безопасность юных вологжан. Но исправить их учреждениям все же придется, причем в ближайшее время.